Аэродром Южный в районе Молочной Балки успешно переоборудован в настоящий военный полигон. Здесь есть все необходимое для создания настоящего шоу. Осталось лишь отработать все действия до автоматизма. Экипажи бронетехники занимают свои места и первыми открывают генеральную репетицию. Первый этап с лалом. Танкам и БТРам предстоит пройти сразу же несколько препятствий. Среди них как небольшие возвышенности, так и ямы, в которых наполнена вода. После чего последнее испытание покорения вершины. После нескольких прохождений трассы к постановке подключается мотопехота. По легенде, они штурмуют точку, где вооруженный условный противник держит в плену заложника. Заключительная часть репетиции может похвастаться масштабностью. Под прикрытием БТР в бой идут сразу десятки бойцов. В подготовке к военно-техническому форуму армии 2019 участвуют около одной сотни военнослужащих и десятки единиц техники. Это бойцы 126-й бригады береговой обороны, 810-й бригады морской пехоты и 127-й бригады разведки 22-го армейского корпуса. На подготовку у офицерского, сержантского и рядового составов осталось немногим больше недели. Уже 29-го числа на этом же полигоне им предстоит повторить отработанное. Но уже перед севастопольскими зрителями обещают сделать настоящее шоу. Никто не видел так близко проносящиеся БТРы, которые будут вести огонь из своего вооружения. Никто не видел воочию так близко, как здесь, наступление взвода морской пехоты. Никто в городе близко не мог видеть до сих пор, как осуществляет подразделение спецназа, освобождение заложников и зачистку, уничтожение базы боевиков. Игорь Сварковский также пообещал, намекнул, что показанные на репетиции элементы далеко не все, что приготовили военнослужащие для севастопольцев. Но рассказывать заранее обо всех сюрпризах не стал. По его мнению, подобное необходимо увидеть вживую. Кирилл Попов, Дмитрий Фомин, Севенформбюро.